Правительство Российской Федерации начинает выделять средства на поддержку рынка труда в условиях санкции. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, государство увеличивает финансирование программ поддержки занятости. Бизнес получит льготные кредиты на пополнение оборотных средств, а граждане новые возможности. Чтобы поддержать рынок труда, правительство подготовило комплекс решений, приступая к его реализации незамедлительно. Более 7 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию региональных программ поддержки занятости. Как изменится рынок труда в Тверской области, какие меры предпринимают власти на местах, чтобы не допустить безработицу и готовы ли к этим изменениям сами жители, рассказывает наш корреспондент. Первоочередная задача сегодня – повышение уровня социальной защиты граждан, заявил Михаил Мишустин на заседании правительства. Мера необходимая, потому что новые пакеты внешних санкций, подчеркнул он, наносят удар по каждой семье. Правительство Российской Федерации выделило 40 миллиардов рублей на программы поддержки занятости, которые вошли в план первоочередных мероприятий. Большую часть суммы, а это свыше 25 миллиардов рублей, пойдет на создание временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поиске нового места. При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек. Более 7 миллиардов рублей предусмотрим на реализацию региональных программ. Благодаря им сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Это позволит сохранить занятость, если производство будет переориентировано. Все, о чем говорили на федеральном уровне, будет исполнено на региональном. Поддержка в Тверской области будет оказана не только субъектам экономики, но и жителям Верхней Волжья. Пакеты мер, которые относятся первое к экономике, второе это к нашим гражданам, к нашему населению, третье к социальной сфере. И еще раз мы все вместе это слышали, обратили внимание, что наши планы полностью сохраняются. Что важно, это сохранение рабочих мест, это сохранение планов по закупкам материалов, товаров и услуг, которые тоже являются миром государственной поддержки для среднего, малого и крупного бизнеса. Всего на поддержку занятости жителей Верхней Волжья будет направлено более 260 миллионов рублей из федерального бюджета и свыше 2,5 миллионов рублей из областного. В частности, в разработанном службе и занятости населения Тверской области пакете мер есть ряд важных программ. Правительством Российской Федерации, а также и правительством Тверской области уже сформированы ряд пакет мер, которые будут направлены на улучшение ситуации тех работодателей, которые вынуждены в нынешних условиях вести определенные режимы, режим неполной занятости, либо простой для своих работников. И будут реализовываться очень хорошие положительные меры для работодателей. В частности, будут организованы общественные работы на тех предприятиях, которые занимаются в первую очередь благоустройством городской среды. Участники оплачиваемых общественных работ могут получать зарплату в размере одного мрот в месяц. Такую поддержку получат более 1200 человек по всей области. Для сохранения трудовых коллективов в регионе могут обучиться чуть более 1000 сотрудников промышленных предприятий. На каждого обучающегося работодатель может получить субсидию в размере около 60 тысяч рублей из федерального бюджета. Обучение позволит сотруднику сохранить рабочее место, перейти в организации с одного рабочего места на другое, или в случае необходимости с одного предприятия на другое. В условиях кризиса такую возможность, например, жители областной столицы встречают положительно. Нам вот, допустим, возрастным и подыскать какую-то работу тяжело, да. И по возрасту, и хотелось бы, да. И, с другой стороны, интересно очень какие-то новые узнать направления. Хотелось бы что-то поменять. Сейчас всё на компьютерах, поэтому надо грызть, гранить науки. Компьютер, программу изучать. Если есть какие-то центры переквалификации, то податься туда. В службе занятости также отметили, что для сотрудников, находящихся под риском увольнения, работодатели могут организовать временное трудоустройство и получить финансовую поддержку на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение. Безработные жители Верхневолжья могут пройти обучение по востребованным на рынке труда профессиям по направлению центра занятости или самостоятельно выбрать обучение в рамках национального проекта «Демография». Для этого необходимо подать заявку на портале «Работа в России». За подробной информацией можно обращаться в Центры занятости населения в муниципальных образованиях Тверской области и в Главное управление по труду и занятости населения региона по телефонам 34 2307 и 33 32 17.